Всем привет! Сегодня для вас я приготовила вот такие вот замечательные слитки. Вяжутся они несложно, выглядят очень красиво и эффектно. В данных слитках нет ни единого шва. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Если кого-то заинтересовала данная пряжа для покупки, под видео ниже в инфобоксе я укажу ссылочки на магазины, где вы можете данную пряжу приобрести. Обязательно воспользуйтесь моими промокодами, чтобы получить скидку в 5%. И перед началом вывязывания данных слитков давайте разберемся с принципом их вязания. Данные слитки я вяжу на размер ножки 37. Но по данному видео вы сможете их связать на любой размер ноги, который вам необходим. Изначально я буду провязывать манжет моего слитка вместе с отворотом резиночкой. Пару рядов я свяжу одним цветом, все остальное я буду провязывать вторым цветом. После того, когда я вывяжу весь манжет моего слитка, далее я буду вывязывать мысочек. Для вывязывания мыска я добавлю необходимое количество петель, так как коса немножко стягивает наше полотно. И чтобы этого у нас не произошло, для этого мы будем добавлять петли. И далее вывязываем в длину вот эту вот замечательную косу. Размер ножки будет определять длина вот этого вот мыска. Получается, длина мыска у всех будет разная. После вывязывания вот этого вот мыска, вы примеряете данную заготовочку на ногу и смотрите по своей ножке, хватает ли вам длины, либо вам нужно довязать больше, либо меньше длину мыска. В видео на этом моменте мы остановимся с вами поподробнее. И после того, когда вы отрегулируете длину мыска, мы с вами делаем убавление петель для пальчиков. Далее вывязываем подъем. И остается нам сделать подошву. Подошва цельновязанная. И далее по манжету мы также будем провязывать все. Ни единого шва здесь нет. Все получается очень красиво и аккуратно. И очень удобно, что немаловажно. Регулируем размер следка именно длиной вот этого вот мыска. Так как после вывязывания мыска мы будем поднимать все петли по контуру нашей заготовки и вывязывать далее подъем. И соответственно, если вы вязали ваш мысочек длиннее, чем у меня, у вас по контуру поднимется больше петель. И соответственно, размер следка у вас получится больше, чем у меня. И также наоборот, если в длину ваш мысочек получится меньше, чем у меня, тогда соответственно, когда вы будете набирать петли по контуру заготовки, у вас поднимется меньше петель. Так как из каждой кромочной петли по краю мыска мы будем поднимать одну петлю. И соответственно, размер следка у вас получится меньше, чем у меня. В данных следках я использовала два вида пряжи. Но вы смотрите, как вам больше нравится. Можно эти следки и однотонные связать. Если вам понравилась данная модель следков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. В самом начале набираем на спицу 45 петель. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста. И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию первого ряда резинки 1х1. Первая кромочная петля у нас снимается не провязывая, а на протяжении всего вязания. И далее вяжем 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И так далее. 1 изнаночная, 1 лицевая. Так мы продолжаем вязать, чередуя 1 изнаночную и 1 лицевую петлю до конца ряда. И у нас будет получаться резиночка 1х1. В самом конце провязываем 1 изнаночная и последняя кромочная петля провязывается также изнаночной петлей на протяжении всего вязания. Первый ряд ниточка светлого цвета я провязала. Далее мы нить светлую сейчас обрезаем. И сейчас я присоединяю нить второго цвета, это у меня фиолетовый цвет. И буду продолжать вывязывать резинку уже вторым цветом. Первая кромочная петля, так как у меня меняется цвет рабочей нити, провязывается лицевой. И далее вяжем все петли по рисунку. Получается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее до конца. Последнюю кромочную петлю мы постоянно провязываем изнаночной петлей. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Ряд до конца я провязала. Далее ниточкой фиолетового цвета я буду вывязывать полностью весь манжет с отворотом. Сейчас фиолетовым цветом я самостоятельно провяжу еще 35 рядов. Все петли провязываем по рисунку. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные, изнаночными. И у нас будет получаться резиночка один на один. В высоту примерно ваша резиночка должна будет составлять 15 сантиметров. После того, когда я провяжу 35 рядов, я подключусь и скажу, сколько сантиметров у меня получилось. Встретимся, когда я вывяжу резинку манжета. Я вывязала полностью весь манжет моего следка. Получается фиолетовым цветом у меня сейчас провязано 36 рядов. Если померить в сантиметрах, высота моего манжета на данный момент составляет 14,5 сантиметров. У вас также это значение должно быть примерно около 15 сантиметров. Плюс-минус полсантиметра роли не сыграет. И далее мы с вами будем вывязывать мысок следка. Если посмотреть на готовом следке, получается полностью весь манжет вывязан. Будем сейчас приступать к вывязыванию мыска. Но перед вывязыванием вот этой косы мы сейчас именно в центральную часть должны добавить петли. И в следующем ряду, получается, этот ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Мы сейчас будем с вами добавлять петли. Вот с этого края, смотрите, в самом начале у меня ровненько идет косичка. Это значит у нас изнаночная сторона. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем 14 петель резинкой 1х1 по рисунку. Получается первая лицевая, вторая изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная. И так далее провязываем 14 петель. Вот таким вот образом. Далее вяжем мысок. И в мыске мы сейчас с вами будем добавлять петли. Провязываем изначально 3 лицевые петли. Далее на протяжении 9 петель мне нужно будет провязать из 1 петли 2. Провязываем за верхнюю стеночку 1 лицевую петлю. Затем за нижнюю стеночку 2 лицевую петлю. У меня из 1 петли получилось 2. Получается первую двойную петлю мы с вами провязали. Далее лицевую, вторую петлю провязываем. Первая петля за нижнюю правую стеночку провязана. Вторая за верхнюю стеночку. После того, когда у нас на спице из одной петли получилось 2 петли, с левой спицы сбрасываю. И у нас вывязалась вторая двойная петля. Далее третья двойная петля. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Мы с вами провязали 9 петель двойных. И у нас из 9 петель получилось 18. Далее провязываем 3 лицевые. Данные петли, получается это 24 петли, будут относиться к мыску. Следующие 15 петель провязываем по рисунку резинкой один на один. Одна изнаночная, вторая лицевая. Одна изнаночная, вторая лицевая. И так далее. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Сейчас все три части я перенесу на разные спицы. Получается на одной спице у меня будет располагаться боковая часть из 15 петель. На второй спице также из 15 петель вторая боковая часть. И центральная часть на третьей спице из 24 петель. Вот таким вот образом. И сейчас мы будем провязывать только центральные наши петли. Рабочую нить мы обрезаем. В данном месте она нам больше не нужна. И сейчас будем присоединять именно к мыску. Прикладываю нить, провязываю одна лицевая петля. Это наша первая кромочная петля. Провязывается лицевой, так как присоединяется новая нить. Далее она будет сниматься не провязывая. Далее привязываем одна лицевая петля, вторая изнаночная. Следующие 18 петель провязываем лицевыми. В конце у меня остается 3 петли. Провязываем одна изнаночная петля, вторая лицевая и последняя кромочная провязывается изнаночной на протяжении всего вязания. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 2 лицевые петли за правую стеночку. Все петли провязываем. Далее 18 петель изнаночными. В конце у нас остается на спице 3 петли. Провязываем 2 лицевые петли за правые стеночки. И последняя кромочная провязывается изнаночной. Далее со следующего ряда будет начинаться раппорт нашей косы из 8 рядов. Один раппорт узора мы с вами провяжем вместе, то есть 8 рядов. Далее вашу косу вы будете провязывать самостоятельно. Получается первый ряд раппорта узора косы. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываем 1 лицевая, 2 изнаночная петля. Следующие 3 петли я снимаю на вспомогательную спицу и оставляю их перед работой. Далее 3 петли провязываю лицевыми. Теперь мне нужно провязать 3 петли со вспомогательной спицы, также лицевыми. Откладываем основную спицу и провязываем 3 петли со вспомогательной спицы лицевыми. Вот таким вот образом. Мы с вами сделали первое перекрещивание. Далее провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петля. Следующие 3 петли я должна обратно снять на вспомогательную спицу, но уже будем оставлять их за работой. 3 петли с основной спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Далее мне нужно будет провязать 3 петли со вспомогательной спицы. Основную спицу пока что откладываем. И провязываем 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. У нас на левой спице остается 3 петли. Провязываем 1 изнаночная, 2 лицевая и 3 петля кромочная провязывается изнаночной. Таким образом у нас будет провязываться первый ряд нашего раппорта узора в косе. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжем 2 лицевые петли за правую стеночку петель. Далее 18 изнаночных петель. У меня на левой спице остается 3 петли. Провязываем 2 лицевые. И последняя кромочная провязывается изнаночной. Третий ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая, 2 изнаночная петля. Следующие в 18 петель провязываем лицевыми. 3 петли на левой спице у нас остается. Провязываем 1 изнаночная, 2 лицевая и кромочная также изнаночной. Четвертый ряд по изнаночной стороне провязывается так же как и второй. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 2 лицевые петли. Далее 18 изнаночных петель. Остается на левой спице 3 петли. Провязываем 2 лицевые и кромочная. Провязываем изнаночной петлей. В следующем пятом ряду по лицевой стороне нам понадобится вспомогательная спица. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая, 2 изнаночная. Следующие 3 петли я провязываю лицевыми. Далее берем вспомогательную спицу. Снимаем 3 петли на спицу и оставляем их за работой. Следующие 3 петли с основной спицы провязываю лицевыми. Нить хорошенько подтягиваем. Далее провязываем 3 петли со вспомогательной спицы. Левую спицу пока что основную оставляем. Далее сразу же снимаем на вспомогательную спицу 3 петли и оставляем их уже перед работой. С основной спицы провязываем 3 петли лицевыми. Теперь берем вспомогательную спицу. Основную пока что откладываем. И 3 петли со вспомогательной спицы провязываем также лицевыми. Далее провязываем с основной спицы 3 петли лицевые. 1 изнаночная, 1 лицевая и кромочная. Таким образом у нас провязывается 5 ряд по лицевой стороне раппорта нашей косы. 6 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 2 лицевые. 18 изнаночных петель. Остается на левой спице 3 петли. Провязываем 2 лицевые за правую стеночку. И последняя кромочная. 7 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Далее 18 лицевых петель. Остается на левой спице 3 петли. Провязываем изнаночная, 1 лицевая и кромочная. И 8 ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 2 лицевые. 18 изнаночных петель. 3 петли остается на левой спице. Провязываем 2 лицевые и кромка. Мы с вами провязали 8 рядов раппорта нашей косы. Далее данные 8 рядов мы будем повторять. Получается с 1 по 8 ряд. Давайте первый ряд 2 раппорта мы с вами провяжем вместе. Далее будете провязывать самостоятельно. Получается первый ряд 2 раппорта. Данного узора. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 лицевая петля. 2 изнаночная. Берем вспомогательную спицу. И следующие 3 петли с левой спицы снимаем на вспомогательную. И оставляем их перед работой. Далее 3 петли с основной спицы я провязываю лицевыми. Теперь основную спицу откладываем и 3 петли со вспомогательной спицы я провязываю лицевыми. Далее провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петля. Далее обратно берем вспомогательную спицу. Снимаем на нее 3 петли. И оставляем уже их за работой. Вот таким вот образом. Далее 3 петли с основной спицы я провязываю лицевыми. Оставляем основную спицу. Берем вспомогательную. И провязываем с этой спицы 3 лицевые петли. Получается 1, 2 и 3 петля. На основной нашей левой спице остается 3 петли. Провязываем 1 изнаночная, 2 лицевая и кромочная. Мы с вами провязали первый ряд второго раппорта. Всего в данном муске я провяжу 4 раппорта данной косы. Получается 1 раппорт мы с вами вместе провязали. Довязываю второй раппорт. Далее полностью самостоятельно третий и четвертый раппорт. Встретимся, когда у нас будет вывязано в данном муске все 4 раппорта данной косы. Получается перекрещивание. С помощью вспомогательных спиц мы будем делать только в первом и в пятом ряду. У меня провязано в муске всего 4 раппорта данной косы. Если померить в сантиметрах в нерастянутом виде, примерно наш муск составляет 12,5 см. Всего заготовочка 27 см получилась. На данном этапе сейчас мы данную заготовочку должны примерить на ножку. Я буду примерять на манекен ножки. И смотрите, ваш мусочек должен закрывать полностью все ваши пальчики. В немного растянутом виде. Если вам мало длины этого муска, тогда можете довязать необходимое количество рядов. Если много именно длины данного муска, тогда можете сколько-то рядов под вашу ножку ориентируйтесь распустить. То есть ориентируемся на данный момент по вашей ноге. И именно длина муска отвечает за размер слитка, который у вас получится в итоге. И после того, когда мы отрегулируем длину данного муска, мы с вами будем делать убавление петель. Убавление петель всего займут 4 ряда. Первый ряд 5 раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 лицевая, 2 изнаночная петля. Следующие 3 петли я должна снять на вспомогательную спицу и оставить их перед работой. Далее мне нужно провязать 3 петли лицевыми. Но так как мы с вами делаем убавление петель, первую и вторую петлю я провяжу вместе, как 1 лицевая петля. У нас 1 петля получилась и 2. 2 лицевые петли. Берем вспомогательную спицу и со вспомогательной спицы также мне нужно провязать петли. Первую и вторую петлю я провяжу вместе, как 1 лицевой. И следующая лицевая петля у нас получилась из 3 петель 2. Далее провязываем обратно первую и вторую петлю вместе, как 1 лицевая. Получается 1 из 2 петель. Вторая петля. Третья. И следующие 2 петли также нужно провязать мне вместе, как 1 лицевая. У нас получилось из 6 петель только 4. Далее обратно снимаем 3 петли на вспомогательную спицу, но уже их оставляем за работой. Далее мне нужно провязать 3 петли с основной спицы. Первую и вторую петлю я провяжу вместе, 1 лицевой. И еще 1 лицевая петля. У меня получилось из 3 петель только 2. Далее следующие 3 петли я должна провязать со вспомогательной спицы. Оставляем основную спицу. И провязываем со вспомогательной спицы также первую и вторую петлю вместе, как 1 лицевая. И следующая. Также из 3 петель получилось 2. В конце остается у нас 3 петли. Провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая и кромочная. Мы с вами в первом ряду 5 раппорта убавили 6 петель. Второй ряд с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 2 лицевые петли. Далее мне нужно провязать 12 изнаночных петель. В конце у нас остается 3 петли. Получается 2 лицевые и кромочная. Третий ряд с лицевой стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу лицевая, изнаночная и 1 лицевая. Следующие 10 петель мы будем провязывать по 2 петли вместе 1 лицевой. Первую и вторую петлю я провяжу вместе 1 лицевой. Далее 3 и 4 петля вместе. 5 и 6 петля вместе. 7 и 8 петля вместе. И 9 и 10 петля также вместе. У нас получилось из 10 петель только 5. В конце провязываем лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 2 лицевые петли. 7 изнаночных петель. В конце 2 лицевые и кромочная. Мы с вами сделали убавление петель для мыска. Дальше мысок мы с вами не будем провязывать. Нить можно уже отрезать. И далее мы будем провязывать ниточкой нашего первого цвета, светлого. Подъем и подошву. Приступаем к вывязыванию подъема. Сначала провяжем 15 петель. Это первая наша боковая часть ниточкой светлого цвета. Получается, прикладываем нить. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой. Так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее остальные 14 петель я провязываю также лицевыми. Получается, вместе с кромочной 15 петель я провязала эта первая боковая часть нашего слитка. Далее по первому краю мазка мы должны будем поднять петли. И с каждой кромочной петли у нас должна будет подняться одна петля на спицу. Если вы провязывали такими же расчетами, как и я, сейчас я по данному краю подниму 20 петель. Смотрите, каким образом. Ввожу спицу за дужку кромочной петли. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на спицу. Далее в следующую кромочную петлю ввожу спицу правую свою. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на спицу. Это у нас уже поднялась вторая петля. И так далее. Получается третья, четвертая, пятая. И далее самостоятельно поднимаете по данному краю все ваши петли. Если вы вязали на другой размер ножки и ваш мосок либо короче, чем у меня, либо длиннее, тогда по данному краю у нас поднимется разное количество петель. 20 петель я подняла по данному краю. Далее провязываем 13 петель. Это петли моска. Все петли провязываем лицевыми. Провязываем петли за правую стеночку петли. Вот таким вот образом. И сейчас со второго края мыска мы также должны поднять петли. Поднимаем столько петель по этой части, сколько поднято у нас было по первой части. В моем случае здесь будет поднято 20 петель. Если вам неудобно поднимать петли спицей, можно воспользоваться крючком. Получается, вводим крючок в кромочную петлю, подхватываем рабочую нить и вынимаем петельку. Получается первая, вторая, третья, четвертая и пятая петля. И таким образом поднимаем все ваши петли. Далее вот эти вот петли переносим на нашу основную спицу. И остается провязать 15 петель. Это петли боковой второй части. Провязываем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля изнаночной провязывается. Мы с вами подняли все петли по контуру нашей заготовки. И сейчас у каждого это будет разное количество петель. Зависит это от того, сколько вы провязывали ваш мисочек. И по данному краю у вас было поднято разное количество петель. Всего у меня сейчас на спите располагается 83 петли. У вас, как я повторюсь, это может быть другое количество петель. Переворачиваем нашу заготовочку на изнаночную сторону. И приступаем ко второму ряду нашего подъема. Первый ряд мы провязали, когда поднимали все петли. Получается второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли у нас будут провязываться лицевыми. Если вы вяжете такой же спицей, как и я, круговой, и в некоторых местах вам неудобно будет провязывать, делайте из лески вот такую вот петельку и провязывайте далее. Петельку можно делать в любом месте, где вам неудобно. Если у вас нету такой вот спицы, тогда можно воспользоваться обычными чулочными спицами. Вот таким вот образом довязываете полностью весь ряд до конца. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами, получается, провязали два ряда по контуру нашей заготовочки именно для подъема ниточкой светлого цвета. И у нас с вами получилась одна платочная дорожка. Далее будем провязывать самостоятельно еще 8 рядов. Все петли как с лицевой, так и с изнаночной стороны у нас будут постоянно провязываться лицевыми. Первая кромочная будет петля сниматься не провязывая, последняя кромочная петля постоянно провязывается изнаночной петлей. И после того, когда у нас с вами провяжется еще 8 рядов, у нас получится не одна платочная дорожка ниточка светлого цвета, а уже 5. Вот таким вот образом, как выглядит это на готовом слитке. Получается первая, вторая, третья, четвертая и пятая платочная дорожка. Встретимся, когда вывяжем 8 рядов лицевыми петлями. Я самостоятельно провязала подъем. И у меня сейчас подъем состоит всего из 10 рядов, либо 5 платочных дорожек. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. И далее мы будем с вами приступать к вывязыванию подошвы. На подошву я оставляю центральных 9 петель. Вы также оставляете 9 центральных петель на подошву, если у вас располагается на спице другое количество петель. И все остальные петли мы делим на 2 равные части. Данные петли мы будем убавлять. Получается, у меня с одной стороны остается 37 петель, и со второй стороны 37 петель. Первая кромочная петля снимается не провязывая на протяжении всего вязания. И далее вяжем лицевыми петлями. Получается, вторая петля, тридцать, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятое. И таким образом провязываем петли все далее. В моем случае 37 петель. Должно быть провязано до центральных 9 петель. 37 петель у меня провязано. Далее провязываем петли подошвы. Первая лицевая петля подошвы. Между первой и второй петлей я повешу маркер. Маркер вешаем, чтобы просто вы не запутались. Если кому-то удобнее без маркеров, можете маркеры тогда не вешать. Далее провязываем вторая петля подошвы лицевой петлей. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая петля. И между восьмой и девятой петлей я повешу второй маркер. И далее во всех лицевых рядах, сразу после второго маркера, мы провязываем две петли вместе одной изнаночной петлей. Таким образом мы с вами уже убавили одну боковую петлю. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Маркер перебрасываем на правую спицу. И далее до следующего маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И сразу после второго маркера мы провязываем во всех изнаночных рядах две петли вместе одной лицевой. Таким образом с этого края мы также убавили с вами сейчас одну петлю. Далее мы с вами будем убавлять петли. Но нам еще надо добавить петли в саму подошву. Поэтому провязываем далее вместе третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Маркер перебрасываю на правую спицу. Далее с помощью накида мы добавляем петлю. Обвиваем пальчик рабочей нитью и добавляем петлю на правую спицу. Вот таким вот образом. Далее до второго маркера мы провязываем все петли лицевыми. И перед вторым маркером добавляем вторую петлю к подошве. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, мы провязываем две петли вместе одной изнаночной петлей. Четвертый ряд мы провязываем без добавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю. Маркер перебрасываю. И далее провязываем все петли лицевыми. Накиды, которые мы делали в предыдущем ряду, провязываем лицевой скрещенной петлей. И перед вторым маркером также провязываем накид лицевой скрещенной петлей. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И так как это у нас изнаночная сторона, сразу после второго маркера мы провязываем две петли вместе одной лицевой петлей. В пятом ряду мы с вами добавим еще две петли. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю. Далее добавляем петлю. Обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем петлю на правую спицу. Далее провязываем все петли лицевыми до второго маркера. И перед вторым маркером добавляем вторую петлю. Маркер перебрасываю на правую спицу. И так как это у нас лицевая сторона, сразу после маркера провязываю две петли вместе одной изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. И шестой ряд провязываем без добавления петель. Первую петлю снимаю не провязывая, маркер перебрасываю. Далее провязываю все петли лицевыми. Накиды провязываю лицевой скрещенной за верхнюю короткую стеночку петли. Накиды у нас располагаются после первого маркера и перед вторым маркером. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И так как это у нас изнаночная сторона, сразу после второго маркера мы провязываем две петли вместе одной лицевой петлей. Все, добавлять петли мы в подошву не будем. Но если у вас сильно широкая ножка и вам хочется еще пару петель добавить, тогда еще таким же образом добавьте для себя пару петель. Для моей ноги данных 13 петель подошвы достаточно. Получается между маркерами у меня сейчас находятся 11 петель и по одной петле кромочной за маркерами. Далее мы будем убавлять боковые петли, добавлять уже ничего не будем. Получается, давайте еще два ряда вместе провяжем. Далее будете таким же образом провязывать всю подошву самостоятельно. Провязываем ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу. И далее все петли до второго маркера мы провязываем лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И так как это у нас лицевая сторона, сразу после второго маркера мы провязываем две петли вместе одной изнаночной петлей. Таким образом мы провязываем с вами далее все лицевые ряды. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу. И далее провязываю все петли лицевыми до второго маркера. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И так как это у нас изнаночная сторона, сразу после второго маркера мы провязываем две петли вместе одной лицевой. таким образом мы с вами будем провязывать все изнаночные ряды далее будете провязывать подошву самостоятельно убавляя боковые петли как мы делали это только что вместе с вами убавляем петли далее до тех пор пока у вас в самом конце не останется на спице по 6 петель с каждой стороны получается с одной стороны 6 петель со второй стороны 6 петель плюс 13 петель самой подошвы я провязала подошву вот таким вот образом она у меня выглядит и убавила боковые петли до 6 петель с каждой стороны и далее мы с вами будем делать убавление на пятку убавлять петли для пятки мы будем в каждом четвертом ряду получается первый ряд 1 кромочная петля снимается не провязывая маркер перебрасываю на правую спицу и далее провязываем в самом начале две петли вместе 1 лицевой таким образом мы с вами убавили одну петлю далее провязываем петли лицевыми не довязывая 2 петли до 2 маркера и перед вторым маркером также мы провязываем 2 петли вместе одной лицей петлей мы с вами в подошве в первом ряду убавили две петли маркер перебрасываю на правую спицу из так как это у нас лицевая сторона сразу после 2 маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей второй ряд вязания переворачиваем на изнаночную сторону первую кромочную петлю снимаю не провязывая маркер перебрасываю далее вяжем все петли лицевыми без убавления петель до 2 маркера второй маркер перебрасываю на правую спицу и так как это у нас изнаночная сторона 2 петли провязываем вместе одной лицевой третий ряд первую кромочную петлю снимаю маркер перебрасываю далее все петли провязываем до 2 маркера лицевыми второй маркер перебрасываю далее две петли вместе одной изнаночной четвертый ряд первую кромочную петлю снимаю маркер перебрасываю далее все петли до 2 маркера провязываем лицевыми второй маркер перебрасываю и далее две петли вместе одной лицевой петлей далее в пятом ряду мы с вами убавим две петли так как мы делали в первом ряду первую кромочную петлю снимаю маркер перебрасываю далее две петли вместе одной лицевой далее провязываю петли лицевыми не довязывая 2 петли до 2 маркера и данные две петли провязываю вместе одной лицевой но получается с вами в пятом ряду убавили еще две петли в подошве маркер перебрасываю и далее две петли вместе одной изнаночной так как это лицевая сторона шестой ряд первую петлю снимаю маркер перебрасываю далее все петли провязываем лицевыми до 2 маркера маркер перебрасываю далее две петли вместе одной лицевой седьмой ряд первую петлю снимаю не провязывая маркер перебрасываю далее все петли до 2 маркера провязываю лицевыми маркер перебрасываю далее две петли вместе одной изнаночной Восьмой ряд. Первую петлю снимаю, маркер перебрасываю, далее все петли провязываем лицевыми, второй маркер перебрасываю, далее две петли вместе, одной лицевой. В следующем девятом ряду мы с вами убавим 2 петли. Первую петлю снимаю не провязывая маркер, далее 2 петли вместе одной лицевой. Петли вяжем лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. И данные 2 петли я также провяжу вместе одной лицевой. Маркер перебрасываю и далее 2 петли вместе одной изнаночной. Десятый ряд. Первую петлю снимаю не провязывая маркер, перебрасываю. далее все петли провязываем лицевыми до 2 маркера маркер перебрасываю и далее провязываем 2 петли вместе одной лицевой в одиннадцатом ряду мы еще убавим 2 петли первую петлю снимаю маркер перебрасываю далее провязываю 2 петли вместе одной лицевой 1 лицевая и следующие 2 петли также вместе одной лицевой маркер перебрасываю на правую спицу и далее две петли вместе одной изнаночной и последний 12 ряд первую кромочную петлю снимаю не провязывая маркер убираю далее провязываю 3 лицевые петли обратно маркер убираем и следующие 2 петли вместе одной лицевой у нас с вами осталось 5 петель и это все петли самой подошвы все подошва наша готова нам с вами осталось соединить следок но швов мы никаких делать не будем мы здесь будем также провязывать сейчас я беру крючок и с помощью крючка будет поднимать петли с одной и со второй стороны поднимать петли буду за дужку кромочной петли получается ввожу свой крючок за одну дужку кромочной петли и таким образом поднимаю вот так вот все петли за одну дужку кромочной петли которая располагается ближе к лицевой стороне вот таким вот образом далее наши петли будем переносить на рабочую спицу из каждой кромочной петли у нас будет подниматься петля на крючок и фиолетовые петли и светлые серенькие петли все поднимаем у меня поднимется сейчас по данному краю до петель подошвы 24 петли если вы провязывали в вашем манжете больше либо меньше рядов тогда у вас поднимется другое количество петель у меня это 24 петли будет 24 петли я подняла по данному краю далее первую петлю снимаем это первая петля подошвы далее провязываем вторая петля 3 4 и пятую петлю снимаю на правую спицу не провязывая сейчас по данному краю мы также должны поднять все петли поднимаем петли таким же образом как мы поднимали петли с первого края получается за одну дужку кромочной петли первая петля далее 2 3 4 5 6 7 8 и так далее поднимая в моем случае здесь вот 24 петли 24 петли я подняла со второго края вот таким вот образом сейчас выглядит моя заготовка для слитка с одной стороны подняли петли и со второй стороны подняли петли петлю которую снимали не провязывая обратно переносим на левую спицу и так как это у нас лицевая сторона 2 петли я провязываю вместе 1 изнаночный вот таким вот образом переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую петлю снимаю не провязывая далее вижу 2 3 4 петля и 5 петля вместе 6 петли провязывается 1 лицевой так как это у нас изнаночная сторона переворачиваем вязание на лицевую сторону обратно первую петлю снимаю не провязывая далее вижу 2 лицевая 3 4 и далее 5 вместе с 6 петлей провязывается изнаночный так как это лицевая сторона если вам удобнее с маркерами тогда можете повешать маркера получается между маркерами будет располагаться только три петли переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую петлю снимаю не провязывая далее вижу 2 3 и 4 петля пятую и шестую петлю я провязываю вместе одной лицевой так как это у меня изнаночная сторона далее обратно первую снимаю петлю вижу 2 лицевая 3 и 4 5 6 провязывается вместе изнаночной переворачиваю вязание первую петлю снимаю не провязывая далее лицевыми петлями 2 петля 3 и 4 5 6 петля провязывается вместе одной лицевой так как это изнаночная сторона обратно первую петлю снимаю далее 2 лицевая 3 и 4 5 и 6 петля провязывается вместе одной изнаночной и следующий ряд по изнаночной стороне первую петлю снимаю не провязывая далее вижу лицевыми петлями 2 петля 3 и 4 а уже 5 и 6 петля провязывается вместе но уже ниточкой фиолетового цвета прикладываю нить фиолетового цвета кончики не закрепляю просто потом его спрячу по изнаночной стороне и пятую и шестую петлю провязываю 2 вместе одной лицевой вот таким вот образом далее светлую ниточку мы уже можем обрезать она нам не нужна а далее провязывать будем ниточкой только фиолетового цвета и после того когда мы с вами присоединили нить фиолетового цвета платочные дорожки мы больше не будем вывязывать далее будем провязывать резиночку 11 так как она у нас идет в нашем мажете и для того чтобы у нас совпадала ширина платочные вязки и резинки мы сейчас с вами в резинку добавим две петли получается первый ряд первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее следующие петли провязываю 1 лицевая петля подхватываю заднюю стеночку петли и провязываю еще одна изнаночная петля вот таким вот образом из одной петли мы провязали 2 и из следующей петли я также провяжу 2 петли получается за верхнюю стеночку провязываем 1 лицевая петля подхватываю левой спицей заднюю стеночку петли именно светлого цвета и провязываю еще одну изнаночную петлю из этой же петли далее у нас остается 1 лицевая и следующие две петли я провязываю 1 изнаночной так как это у нас лицевая сторона теперь наша резиночка будет состоять из 7 петель если кому-то нравится больше с маркерами тогда можете повешать маркеры между маркерами будет располагаться 5 петель и по одной петле за маркерами также как мы с вами провязывали подошву переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее вяжем по рисунку изнаночная 2 петля 3 лицевая 4 изнаночная 5 лицевая 6 изнаночная петля и 7 петля вместе с 8 постоянно будут провязываться 1 лицевой давайте еще два ряда мы с вами провяжем вместе 1 лицевой 2 изнаночной далее будете убавлять боковые петли самостоятельно и при этом соединяться будет следок наш провязываем ряд по лицевой стороне первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее вторая петля лицевая 3 изнаночная 4 лицевая 5 изнаночная петля и 6 лицевая 7 и 8 петля во всех лицевых рядах провязывается 2 петли вместе 1 изнаночной так мы с вами будем провязывать все наши лицевые ряды переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую петлю снимаю 2 провязывается изнаночной 3 лицевая 4 изнаночная 5 лицевая и 6 изнаночная петля 7 и 8 петля провязывается 2 вместе 1 лицевой так мы с вами будем провязывать все изнаночные ряды далее провязывается самостоятельно убавляя боковые петли встретимся в самом конце когда нам нужно будет переходить на второй цвет я подключусь и объясню как это нужно сделать я убавила боковые петли вот таким вот образом все это выглядит смотрите у меня осталось 7 петель это петли которые мы с вами провязываем и поднимаем и убавить у нас с вами осталось 2 петли с одной стороны и одна петля со второй стороны сейчас мы переворачиваем на изнаночную сторону нашу заготовку для слитка и провязываем первую петлю снимаем не провязывая 2 изнаночная 3 лицевая 4 изнаночная 5 лицевая 6 изнаночная петля и далее седьмую и восьмую петлю мы должны провязать вместе лицевой петлей но уже провязываем вместе ниточкой светлого цвета если у вас кончик вот с этой стороны остался длинный тогда можете провязывать вот этим кончиком если он у вас короткий тогда присоединяем нить светлого цвета и провязываем 2 фиолетовые петли 1 лицевой вот таким вот образом переворачиваем вязание на лицевую сторону и нам с вами осталось убавить по одной петли с каждой стороны первую петлю снимаю не провязывая далее 2 лицевая 3 изнаночная петля 4 лицевая 5 изнаночная 6 лицевая и далее 7 и 8 петля провязывается 1 изнаночной мы с данного края уже убавили все петли кончики прячем по изнаночной стороне самостоятельно но так как у нас здесь будет делаться отворот поэтому вот эти верхние кончики мы будем прятать с лицевой стороны чтобы отворот отвернулся и все кончики остались внутри переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую петлю снимаем 2 изнаночная петля 3 лицевая 4 изнаночная 5 лицевая 6 изнаночная и оставшиеся две петли я провязываю вместе лицевой петлей петли все мы с вами убавили далее нам осталось только закрыть данные петли которые находятся на спице первую петлю снимаю не провязывая следующую петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю вот таким вот образом мы с вами закрыли первую петлю далее у меня по рисунку идет изнаночная петля я ее так и провязываю первую петлю набрасываю на вторую и спускаю лицевая петля первую петлю набрасываю на вторую и спускаю смотрите край сильно не затягивайте и так мы закрываем все петли до того пока у нас не останется на спице одна петля далее мы рабочую нить обрезаем и вынимаем просто нить далее нам осталось спрятать все кончики вот таким вот образом у нас сейчас все это смотрится далее мы с вами делаем отворотик в данных слитках и вот такие вот замечательные слитки у нас с вами получились все смотрится очень красиво и аккуратно если вам понравился данный мастер-класс по таким чудесным слиткам поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подписываемся а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр и всем пока пока